Уважаемые коллеги, все это полугодие прошло под знаком президентских выборов и формирования обновленного состава правительства. Хочу напомнить, что прошло пять месяцев после того, как президент поставил три главные принципиальные задачи. Выйти на мировые темпы развития, они превышают 3,5%, и войти в пятерку самых развитых государств. Одновременно одолеть бедность, сократив ее как минимум вдвое. Хочу напомнить, что мы мировой державой стали 300 лет тому назад, когда Петр Великий раздолбил шведов под Полтавой. Чтобы быть мировой державой, надо отвечать минимум четырем показателям. Иметь мощную оборону, у нас вместе с американцами 90% ядерного потенциала, мы ее сохранили. Иметь уникальную культуру и историю, нам более тысячи лет таких государств в мире с десяток. Иметь мощную экономику и соответствующую демографию. По этим двум показателям мы в последние 10 лет продолжаем проваливаться. Главное противоречие на сегодня – это разница между внешней патриотической политикой и внутренней либеральной, которая и дальше гробит нашу экономику. Основная опасность – нарастающий раскол в обществе. Он сегодня переносится и на регионы. 20 богатейших регионов сегодня имеют в 7 раз больше доход, чем в 7 беднейших. Чем провинилась Псковская область, у которой зарплата средняя на 70% меньше, чем в Ленинградской. Надо отдать должное. Дума откликнулась на этот призыв президента и последнее время провела ряд уникальных слушаний. По ЖКХ, по селу подготовлена большая программа подольщиков. Мы здесь уже успели рассмотреть бюджет на ближайшие годы, но меня поразило, что тот бюджет, который принес Улуанов своей командой, никак не соответствует установкам президента. Никак абсолютно. Сокращается вложение в экономику на треть ЖКХ. Он просто перечеркивает установку, президент. Смотрите, как выглядит картина. Я вот поднял данные последние. Первые пятерка – США, Китай, Япония, Германия. И дальше идут с равными показателями. Англия, Индия и Франция производят 2,6 триллиона долларов. Мы производим 1,6, отстаем на целый триллион. Чтобы наверстать за эти 6 лет, надо иметь 7-8% темпы. Мы считаем это вполне реальной задачей, но не видим усилий правительства и финансово-экономического блока для решения этой задачи. Более того, меня как политика и человека крайне не устраивают ползучие наступления вот этой гайдаровской, ельцинской, либеральной команды этого клана, которая продолжает душить Россию. Напоминаю, при утверждении Медведева мы за него не голосовали. Мы предлагали на 10 триллионов увеличить бюджет. Вроде бы все согласились, но ничего не делают. Мы предлагали не утверждать Кудрина. Даже из вас 100 человек уклонились голосовать за него и правильно сделали. Сегодня Кудрин, Сулуанов, Орешкин, Назаров определяют эту политику. Кстати, Назаров главный автор этой пенсионной реформы. Он входит во все правительственные структуры. Человек, которого готовили в Канаде, там стажировался, потом проехал через Англию. И у нас определяет сегодня финансово-экономическую стратегию. Процитирую несколько слов. Институты, некоторые из которых существовали тысячелетия, например, семья и церковь, или столетия, например, пенсионная реформа, теперь теряют актуальность, либо совсем исчезнут. Социальные государства – это, безусловно, тормоз. В общем, в идеале, считает Назаров, должно быть государство, которое не гарантирует трудящимся никаких прав. 100% социал-дарвинизм, а точнее обновленный либеральный фашизм. К чему этот человек сидит и закладывает нам все основные документы, включая тот же самый и пенсионную реформу. Мы считаем, что последнее время и попытка установить Ельцинский центр в центре Москвы, в Думе, где рождались идеи развития железнодорожного транспорта, сахарной промышленности, современного агрокомплекса, в этом уникальном доме, в этот дом тащит Ельцинский центр. Эта бригада, которая сидит и разлагает нам сегодня Урал, готова приехать в Москву. Официально вам заявляем, мы их сюда не пустим, что бы они ни делали. Они не испоганят нам столицу этим ельцинским филиалом, который пахнет русофобией и антисоветизмом. Какое общее заключение можно сделать, глядя на все наши усилия текущего полугодия? Я отметил, у нас были серьезные попытки исправить ситуацию, но последние решения фактически их перечеркнут. Мы предлагали вам бюджет развития, Коломейцу внес 12 законов, вы практически все их отвергли, хотя бы у нас бюджет уже был бы 25 триллионов и спокойно решали бы эти проблемы. Образование для всех предложили Алферов, Мельников, Смолин, Плетнева, Останина. Уникальный опыт, в том числе подкрепленный центром культуры и высочайшего образования, который создал Алферов. Почему он даже не заинтересовал вас, можно было давно обобщить и предложить стране. По селу, лесу, земле, воде, каши на Харитоне внесли целый пакет. Ряд вы поддержали, 68 миллиардов добавили, но все равно, если вы посмотрите в новом проекте бюджета, выделяют на эти цели меньше полутора процентов, хотя все идиоты в мире знают, развитие начнется, когда 10 процентов, десятая часть будет вкладываться, тогда будем своим прекрасным продовольствием и одновременно накормим отборными продуктами 500 миллионов граждан на планете. Эта потребность будет возрастать с каждым днем и годом. Мы предложили вам супер уникальный опыт народных предприятий, подготовили закон, провели слушания, создали ассоциацию, пригласили иностранцев, обобщили опыт Испании, Америки, Франции, Финляндии. Мы думали, сейчас уцепятся, примут это решение, и это решение забаллотировали, когда Рефиев и Дорохин проделали колоссальную работу. Более того, народные предприятия продолжают душить. Вот сейчас разговаривал с Грудининым, девятая проверка приехала. При вас я обращался к президенту, к Медведеву, к вам. Кончайте душить лучшее в стране хозяйство только за то, что он пошел на выборы. Не нравится, оказывается, Грудинин, не нравится коллектив, его лучшая школа, детские сады, уникальные фермы. Ну не нравится, продолжают душить. Неужели нельзя остановиться в этом раже и беспределе? Мы вам предложили целый ряд законов, связанных с детьми, начиная с детьми войны. О каком пенсионном законе может вести речь, когда дети, которые получат дети войны в деревне 8-9 тысяч, в городе 10-13, сидят с жалкой этой пенсии. Вы не проголосовали за 140 миллиардов. Теперь заявляют, что вот будет время, когда один работающий не в состоянии обслужить одного пенсионера. И это ложь. На Руси один работающий мужик кормил большую семью. Мой дед, у него было 8 детей, учителем работал в сельшколе, кормил всех 8, 7 дал высшее образование. И все стали людьми, все сражались за советскую родину, в принципе. Никакой проблемы нет. Когда мне говорят, вот теперь нагрузка. Какая нагрузка? В 90-м году было на тысячу работающих 910, сейчас 730. Тогда детей было 40 миллионов, сейчас 22 осталось. 18 миллионов детей уничтожили. И так далее. А теперь говорят кормить. Вводите роботы, технику. Решайте проблемы с танкостроением. Будет совсем другая картина. Мы предложили по коррупции. Давайте усилим борьбу по наркомании провели. Даже 20-ю статью Конвенции ООН не проголосовали. Мы просили выборы полноценные. Давайте проведем дебаты. Устроили комедию. Сейчас проголосовали, три фракции проголосовали против закона о пенсиях. И что вы думали? Центральное телевидение содержится в наши деньги, даже не сообщило об этом. Мы трое написали протест против этого. Ни ответа, ни привета, ни соответствующей информации. Хуже, чем ельцинские времена. Мы ждем официального ответа. Это недопустимо, чтобы исказали думские знания и так далее. Мы считаем, что нужны и полноценные дебаты на местных выборах. Вот сейчас гробят у нас Шевченко, журналист, пошел в качестве кандидата в Владимирской области. Орло там зачистило 10 районов. Все поставили ей подписи. И невозможно собрать нужное количество по этому порогу, который поперек горла у всех стоит. Мы считаем, что условия нынешние требуют мобилизации всех лучших сил. Мы готовы к созидательной работе, которую требует президент. Мы готовы обеспечить соответствующие темпы и законодательства. Мы готовы к конструктивной работе. Но завтра все выйдут на акцию протеста против этой людоедской пенсионной реформы. Мы приглашаем вас это сделать. Мы приглашаем вас это сделать.